Вчерашний раб, татарин, зять Малюты и сам в душе палач. Такую характеристику даёт этому, по сути, первому всенародно выбранному русскому царю Александр Сергеевич Пушкин в своей драме. Борис Годунов и его время. У нас в гостях историки Сергей Перевезенцев и Максим Емельянов-Лукьянчиков. Здравствуйте. Сергей Перевезенцев. Выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института. Доктор исторических наук. Профессор факультета политологии МГУ. Сопредседатель правления Союза писателей России. Автор книг и публикаций в том числе «Русская религиозно-философская мысль» и «Россия. Великая судьба». Максим Емельянов-Лукьянчиков. Упускник исторического факультета Московского городского педагогического университета. Кандидат исторических наук. Научный сотрудник научно-исследовательского института столичного образования Московского городского педагогического университета. Автор более 50 научных работ, посвященных русской истории и цивилизационному подходу. Откуда явился этот первый всенародно избранный наш государь? И что это за род Годуновых? И почему стало возможным вывод именно этой семьи на первой позиции в русском царстве? Вы знаете, давайте оттолкнемся от той цитаты из Александра Сергеевича Пушкина с его характеристикой Бориса Годунова. Вот это интересная вещь. Историческая мифология. Когда читаешь Бориса Годунова Пушкинского, ведь нельзя сказать, что это чисто художественное произведение. Пушкин основывался и на источниках, ну и естественно на истории российской Карамзина, который тогда был самым большим, самым крупным авторитетом в отечественной истории. И восторг от прочтения которого на Руси, вернее в России в начале 19 века был, ну просто феноменален. Сохранились вспоминания, как люди, ну вот как в свое время при просмотре, не знаю, там Штирлиц или еще вымирали улицы, люди сидели, читали Карамзина. Вот вышли первые тома русской истории. Пушкин был в восторге от этой книги. И вы знаете, в свое время я задумался, вот пушкинские исторические сочинения, насколько они историчны, они художественны, насколько та же капитанская дочка там и так далее. Вот что касается Бориса Годунова, я как историк не могу сказать, что Пушкин соврал в своих характеристиках времени или того же Бориса Федоровича Годунова. Почему? Потому что Пушкин в трагедии Борис Годунов воспроизвел народное отношение к царю Борису после смутного времени, в ходе смутного времени и после смутного времени. Вот эпоха, эта трагедия, это страшное время начала 17 века, которое в народном сознании, да и во многих письменных источниках, было напрямую связано с фигурой Бориса Годунова. Что Борис в этом виноват, он не по праву занял царство, Господь Россию за это наказал, этой страшной трагедией. Это было реальное восприятие фигуры Бориса Годунова вот в сознании, так сказать, людей того времени. Пушкинская версия То же самое, как страдания Бориса Годунова по поводу убиенной им младенческой души царевича Дмитрия. Это же все в народное сознание, уже в 19-м и в наше современное сознание, пришло через Пушкина в основном. В основном благодаря влиянию Пушкина. Но повторяюсь, Пушкин воспроизвел и четко воспроизвел только одну из версий. В итоге эта версия стала преобладающим мифом. А вот как оно было на самом деле, оказывается, все было немножко не так. Дмитрий Иоаннович Царевич, младший сын Ивана IV Грозного, родился в 1582 году. В 1584 находился с матерью Марии Ногой в Угличе, выделенном ему в удел. Погиб в 1591 году. По одной из версий, к убийству царевича был причастен Борис Годунов. Существует так называемое Угличское дело, расследование обстоятельств гибели царевича Дмитрия. И восстание горожан в Угличе в 1591 году. Сыском руководил князь Василий Иванович Шуйский. Было привлечено свыше 180 человек. Согласно официальному заключению, смерть царевича Дмитрия произошла по той причине, что во время эпилептического припадка он смертельно ранил себя ножом. Под именем царевича Дмитрия в 1604-12 годах выступало несколько самозванцев, включая Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. В настоящее время, наверное, мы не ошибемся, если скажем, что большинство наших современников представляют себе образ Бориса Годунова через призму Пушкина и Карамзина. И мальчики кровавые в глазах. Мальчики кровавые в глазах, да, абсолютно верно. А Пушкин опирался на Карамзина. И еще, дмитрия фраза, не могу удержаться, помните, прекрасно сыгранная Козловским, когда «нет, Борис, молись за меня». Да-да-да, юродивый. «Нет, Борис, не могу бориться, молиться за царя Ирода, Богородица не велит». Конечно, после таких образов очень тяжело с ними, не то что бороться, даже полемизировать. Ну, я надеюсь, что мы в сегодняшней беседе подробно еще поговорим о том, каковы значительные мифы про Годунова, вообще про род Годунова, да. Но если говорить о том, откуда, как говорится, появилась вот эта мифология, то, наверное, надо говорить о том, что это только частный пример вообще общей мифологии русской истории. Эта общая мифология, она в значительной степени зиждется на том, что вот мы привыкли говорить о том, что 19 век – это появление русской историографии, да, это зарождение русской литературы. Соответственно, такое впечатление, что вообще вот до империи, до Петра, ничего не было, там не было литературы, не было ученых, мудрых мужей, да. Книжники. И поэтому получается так, что вот из Шинеля Гоголя вышла вся русская литература, из Пушкина наше все, а до него, в общем-то, ничего. И, соответственно, Карамзин – это такая основа основ. Вот не отрицая замечательные, прекрасные роли и Карамзина, и Пушкина, конечно, мы должны сказать о том, что они не начали, а продолжили. То есть они систематизировали на новом этапе, на этапе вестернизации России, в великом этапе, но, тем не менее, этапе продолжающем историю, а не начинающем ее. Россия не с 18-го, не с 19-го века началась. Поэтому вот, как бы, отталкиваясь от этого, можно понять мифы о Годунове. И именно на том надо основываться, что, собственно, жители 16-го века, 17-го века, современники, они это как раз понимали, и то, как мысль Годунов, и то, как мысль Грозный. То есть они своих современников понимали. А мы теперь их переосмысливаем, уже основываясь на огромном количестве мифов. Ну, вот это вот знаменитая фраза, да. Вчерашний раб, татарин, зять Малюты. И сам душепалач. Да. Вот только что зять Малюты соответствует действительности. Все остальное можно опровергнуть. Ну, может быть, частично вчерашний раб, в силу взаимоотношений царя и дворянства в России. Ну, не в современном смысле, не в уничижительном смысле. Да, совершенно верно. То есть, понимание раба, раб царя, по отношению к самодержеству, все рабы. И все рабы божьи. Да, рабы божьи. То есть, это не уничижительный смысл раб. И здесь, если по порядку рассматривать, конечно, нужно обратиться, в первую очередь, к происхождению Годунова, роду Годунову. Потому что вот эта знаменитая русская пословица, яблочко от яблоньки далеко не падает. Но сейчас она как-то в основном ассоциируется в негативном плане. То есть, говорит, что там, в общем-то... Плохое близко к плохому. Да. А ведь оно еще имеет, эта пословица, и позитивный смысл. И вот Степан Борисович Веселовский, уже покойный наш замечательный историк, он в своих неопубликованных дневниках, когда разбирал, собственно, судьбу Годунова, он несколько раз повторил эту пословицу. Что Годунов – это плоть от плоти, роды Годуновых. И вот в связи с этим, наверное, сказать, надо пару слов именно о том, кто такие Годуновы вообще. Годуновы – это потомки известного костромского боярина Захарий Чета, о нем достаточно мало известно, но он жил в конце XIII, в начале XIV столетия в Костроме, зажиточный боярин, видимо, который имел достаточное влияние на политику. Сначала служили Владимирским князьям, и потом уже в XIV веке выехали в Москву при Иване Калите. Там еще золотые ордынские какие-то есть. Вот эта вот легенда, это потрясающе, как теперь говорят, развесистая клюк. Да, вы знаете, причем вполне возможно, что эта легенда появилась не без какого-то даже влияния Годунова. Дело в том, что русские бояре в XVI веке начали чиниться друг с другом очень здорово. В том смысле, в силу того, что сложилось вот единое мощное московское государство во главе с государем-самодежством, боярские роды, ну, естественно, начали соперничать, а кто будет ближе. И вот возникает система местничества. Чем более знатный род, чем более родовитые предки у того или иного боярина, тем он имеет право занимать более высокий пост в структуре российского государства. В гражданской ли власти, в военной ли власти, неважно. И в XVI веке бояре начинают себе сочинять родословные. Доказывая, что они там, ну, уж если для царя сочинили родословное о том, что русские государи от Кесаря Августа, от императора Римского, то уж бояре тут тоже, конечно, не столь глубоко. Глубже государя они не имели права поднимать, не по чину было. Но половина боярей оказалась или чуть ли не все от Рюриковичей, или от Гедемидовичей, это выходцы из Литвы, или от Чингизидов, от Золотоордынских ханов. Потому что Чингизиды в русской традиции считались царским родом, и быть выходцем из рода Чингизидов было очень почетно. И в самом деле среди русских бояр было немало потомков, когда-то обрусевших монголов, татар, приехавших на русскую службу, и кто-то даже имел отношение к Чингизидам у них. А вот откуда взялся этот миф о том, что Годунов татарин? Вот считается, что когда Годунов стал царем, где-то, по-моему, чуть ли не в Костровском и Патевском монастыре, появилась вот эта легенда монахами сочиненная, что он из знатного татарского рода. Ведь принадлежность к царскому роду доказывала возможность занимать царский престол на Руси. Потому что, если не родовитый, на Руси ведь не воспринимали. И это была одна из трагедий Годунова, что его так и не восприняли как царя, именно потому, что у него не было достаточного наследства родового. Ну, а уж о самом роде Годуновых тут отдельно нужен разговор. На самом деле, вот если в XVI веке начали появляться вот эти легенды о происхождении, выезде родовитого московского дворянства, то в XVII веке там ведь еще появился вот этот знаменитый отпрус от немец, да? Да. То есть многочисленный отсыл именно зачастую к инородцам, а еще чаще к иноверцам. Стало очень модно быть как бы вроде как не отсюда. И вот именно к XVII веку, по всем данным, можно отнести все-таки легенду о Мурзечете. Вот татарский Мурзачет, значит, основал Ипатьевский монастырь, будучи мусульманином, крестился православной верой и основал этот монастырь. Но все-таки источники, в том числе, немногочисленные, но имеющие место быть упоминания в летописях, они говорят о том, что это действительно, да, Мурза никакого Чета не существовало, а Чета имел имя Захария, был Костромским боярином. И вот, собственно, от Захарии и Чета пошли знаменитые дворянские роды. Это Собуровы, Годуновы, Вельминовы, Зерновы, Пешковы. И Годуновы были второй ветвью потомков, то есть вторые по старшинству. Это очень важная вещь, потому что вот когда мы говорим о том, как Годунов попал на трон, то мы не можем не сказать о том, что перед ним, у царского престола, на протяжении нескольких столетий находились Собуровы, то есть его двоюродные родственники. Мы первую очередь, конечно, должны сказать о той удивительной вещи, вот когда в XIV веке, значит, один из первых потомков Захария Чета, нам известных, выехал в Москву, да, уже из Костромы. То есть вот он поселился в Москве, стал служить великому князю, Ивану Калитей и так далее. Поразительная вещь. То есть вот практически неизвестные по летописям люди, вот эти вот Собуровы, они вдруг начинают подписывать духовные великих князей. То есть это же ведь... Душа и честь. Да, это же великая честь. Ну что, дворян, что ли, малого русского великого князя? И вдруг именно они, и Дмитрия Донскому подписывают, и Василию подписывают. То есть уже как бы приближенные. Это XIV-XV век. Там достаточно много упоминаний в источниках о том, как Собуровы на воеводстве, Собуровы там у двора при дворе и так далее, какие-то поручения выполняют. И все особые поручения, как правило. То есть приближенность потомков Захария Чета, она наблюдается уже с первых веков, о которых мы знаем вообще, собственно, об этих потомках. И вот если Собуровы XIV-XV века, то это все рядом, то в XVI веке это просто взлет этого рода, взлет потомков Захария Чета. В первую очередь, конечно, надо упомянуть о первой супруге Василия III, Соломонии Собуровой. Знаменитая была история о том, как ее постригли в монахине. И, как правило, замалчивается вопрос о том, что эта женщина канонизирована русской православной церкви. То есть по иностранным источникам, когда ее постригали за бесплодие, якобы, говорится о том, что она сопротивлялась пострижению. Категорически была против ухода из мужской жизни. И что при жизни в мужской она была чуть ли не ворожея и так далее. То есть иностранные источники рисуют ее негативный образ. А когда мы смотрим то, что было в реальности, оказывается, что это праведная, благочестивая женщина, которая, уже будучи пострижена, как Соломония Собурова, и канонизирована впоследствии, как София Суздальская преподобная, представляется просто один из образов такого великокняжеской, прекрасных образов женщины. И это первый пример, когда Собуровы за счет именно брака приблизились к Рюриковичу. Когда выбирали Мишу Романову на царство, Михаила Федоровича Романова, в 1613 году, и потом, когда род Романовых уже утверждал свое царское достоинство, там была целая идеологическая, проведена определенная операция, одним из достоинства рода Романовых и одним из обоснований их прав быть государями было родство с династией Рюриковичей. Но родство-то очень опосредованное. Через Анастасию Романову Захарину Юрьеву. То есть через тетку тогдашнего патриарха Филарета, который до пострижения был Федором Никитичем Романовым, отцом, соответственно, Михаила Федоровича Романовым. То есть, и все это приняли. То, что тетка была женой государя, это послужило основой того, что Романовы, племянники этой тетки, имеют право на царский столб. Так вот, если брать Собуровых и Годуновых, та же абсолютная история. Там двоюродное, правда, родство. То есть, степень родства похожее. Ну, там двоюродное родство, но родство. Соломодида Собурова была женой великого князя Василия, третьего отца Ивана Грозного. И, соответственно, уже все ближайшие родственники, это в традиции русского управления, когда, если государь женится на ком-то, то родственники сразу приближаются ко двору. И, соответственно, все родственники Собуровых, они вроде как уже оказались близки к царскому роду. И Годунов в этом смысле имел, если вот это родство смотреть с династией Рюриковичей, ну, в принципе, то же самое право на царский престол, как и Романовы. Тут, в общем-то, параллельно... Хотя об этом очень редко говорят. Это вот первый пример, когда Собуровы, то есть родственники, старшая ветвь родственники Годуновых, породнились с Рюриковичем. А второй пример – это знаменитый смотр невест, когда Иван Грозный и его сын Иван выбирали себе, соответственно, жен. И, собственно, существует версия о том, что Евдокия Собурова, еще одна представительница этого рода, которая стала женой Ивана Ивановича, сына Ивана Грозного, что первоначально ее присматривал сам Иван Грозный. И только впоследствии он выбрал другую девушку, представительница тоже рода, гораздо менее знатного, представленная на этом смотре невест. То есть это все побуждает нас к тому, чтобы, по крайней мере, предполагать, что как Василий Третий, так и его сын Иван, так и внук Иван, то есть три поколения Рюриковичей, они пытались так настойчиво, пытались породниться с Собуровым. Во всяком случае, это, несомненно, родство было. Это было, и здесь этого отрицать нельзя, это исторически так. Другое дело, что родство это в обоих случаях оказалось неудачным. Вот уже Соломонию Соборову ее, как известно, постригли в монахине за то, что она была бесплодна, обвинив в том, что она с помощью колдовства пыталась стать беременной и, соответственно, родить наследника. Это была придуманная история, это все признают, ну вот Василию нужен был срочен наследник. Отсюда вот его второй брак с Еленой Глинской. И то же самое, столь же трагичным даже, даже более трагичным оказался брак Евдокии Собуровой с Иваном Ивановичем, наследником Ивана Васильевича Грозного. Потому что именно из-за конфликта с Евдокией Собуровой, когда Иван Васильевич увидел ее, ну вот одна из версий, во всяком случае, этой истории, когда он увидел ее одетой в одну рубаху, она была в то время беременная, а по правилам полагалось, что женщина должна носить не менее трех рубах, и он, государь на нее обиделся и вроде бы как ударил, сын его, Иван, заступился за свою жену, в гневе государь его ударил, сын настолько расстроился, там не было убийства прямого, это я должен сразу сказать, потому что по всем источникам Иван Иванович умер, по-моему, на девятый день после вот этого конфликта с отцом, в горячке он заболел, после этого, может быть, это было какое-то нервное расстройство, неизвестно, но опять же, вот брак с Собуровыми опять закончился трагически, потому что умерла и жена Ивана, и Царевича, и сам Иван Иванович Царевич скончался, и род, вот эта линия рода, ветви рода Рюриковича, уже в свою очередь и Собуровых, и Единого прервалась, наследник не родился. Вот о чем это позволяет говорить, да? Три ветви потомков Захария Чета, основателя Ипатийского монастыря, Собурова, Годунова, Велиминова, Зернова. Если первые века служения московским князьям были приближены Собуровы, потом в 16 веке были приближены Годунова, я думаю, что можно гипотетически предположить, что если бы в 17 веке не пошла немножко по такому руслу, вестернизации России, то была бы и младшая ветвь Велиминовых, Зерновых приближена. Хотя они, в принципе, и в имперский период тоже, ну, там участвовали, естественно, историк знаменитый Велиминов, Зерновых и так далее. Но это как бы последовательное приближение старшей, средней и младшей ветвей одного и того же рода к Рюриковичу. И, соответственно, когда, ну, то, что встречается и во многих европейских правящих династиях, да, когда постепенно происходило вырождение династии, когда не оставалось потомков, то престол занимали те, кто были, служили верой и правдой веками. Поэтому для, скажем так, современников 16 века, в отличие от тех, кто уже в смутном времени, в 17 веке начал придумывать мифологию новую, да, для них это было естественно, то, что Собуровы, Годуновы, вот они воеводы, вот у них особые поручения. Естественно, там была внутренняя борьба между Боярской, между Княжеской и так далее, потому что кому понравится, что не имеющие княжеского титула Собуровы и Годуновы по местническим спорам превосходили князей Сиитских и так далее. То есть те, кто носили титул князя, они занимали меньшие должности, чем Собуровы, не имевшие этого титула. То есть это уже говорит о том, насколько они ценились Рюриковичами. И вот, соответственно, мы подходим вплотную к тому, как непосредственно Годуновы приблизились к Рюриковичам, а потом к Турону, и, собственно, его заняли. Здесь, наверное, имеет смысл отсчет вести от Ирины Годуновой и от Дмитрия Годунова. Ну, прежде всего, от Дмитрия Годунову, конечно. Все-таки Дмитрий Годунов, это дядя Бориса Федоровича Годунова, он оказался первым в самых высоких должностях. Ну, во всяком случае, он возглавлял постельный приказ в опричной думе Ивана Грозного. Да, я напомню, что, когда Иван Васильевич разделил государство на земщину и опричину, в земщине была своя дума, и ее управляли там бояре старых родов, по притчине возникает своя дума, куда Иван Грозный набирает, так сказать, может быть, менее родовитые какие-то фамилии. Все-таки тут нельзя говорить о том, что, допустим, те же Собуровы и Годуновы, на мой взгляд, нельзя говорить о том, что те же Собуровы и Годуновы были уж совсем знатнее, допустим, ну, не знаю, Мстиславских, там, или Романовых, или еще кого-то. Тут тоже нужно, как бы, на мой взгляд, опять же, соблюдать некое такое понимание, что были такие роды, которые веками, те же Шуйские, допустим. Ну, их было немало, тоже этих родов. Да, и, конечно, эти роды, они очень ревниво смотрели на иные роды, поднимающиеся к власти и становляющиеся им конкурентами. Опричнина – система внутриполитических мер Ивана IV Грозного. Цель Опричнины – разгром боярско-княжеской оппозиции и укрепление личной власти Ивана Грозного. В период Опричнина проходили массовые репрессии, казни и земельные конфискации. Само слово «Опричнина» – «Опричнина» происходит от древнерусского «Особой». В 14-15 веках Опричнины называли выделенной членом великокняжеской династии государственным дел с территорией, войсками и учреждениями. И вот когда Иван Грозный начинает приближать к себе менее знаменитые, менее такие, что ли, влиятельные, менее богатые роды, вот среди них появляется и Дмитрий Годунов, который возглавляет постельный приказ. А что такое постельный приказ в российском государстве? Постельный приказ – это приказ, который управляет внутренней жизнью государя. Более того, в последние годы жизни Ивана Васильевича постельный приказ и сыском занимался, и розыском, и охраной, личной охраной государя. Постельничий – это вот такая должность главы постельного приказа – он был обязан вечерами обходить дворец, проверять, насколько выставлены посты, как охраняется, и спал рядом с государем. То есть он всегда должен был находиться рядом с государем в любой момент фактически круглые сутки. И организовывал вот внутреннюю такую жизнь царского двора и царской семьи, вернее, даже так сказать, хотя и царского двора тоже. Там же проходили огромные деньги через его руки, потому что он содержал довольно большой штат постельничий. И ведь во многом именно благодаря своему дяде Дмитрию, дело в том, что у Бориса Гудунова довольно рано умер отец, Федор. И Дмитрий взял Бориса и его сестру Ирину к себе на воспитание. Собственно, она жила в семье дяди. Борис, судя по всему, был мальчиком талантливым. Вот сохранили, кстати, поздние рассказки о том, что он был неграмотный, что он не умел писать, не умел читать, плохо знал священное писание. Кстати говоря, плохое знание священного писания это, наверное, было, собственно, главное обвинение по тому времени, потому что все-таки уровень образованности смотрелся после... Ну, я не знаю, насколько Борис знал священное писание, там разные сохранились версии, но то, что он умел писать, это несомненно, и сохранились... Были найдены его автографы, это несомненно. Вот, и... В чем каллиграфическим почерком. Да, очень красивым почерком. Недаром, кстати, его сын уже, Федор был таким талантливым человеком. Первым картографом на троне. Да, он первым карту Москвы составил, Россия. И, естественно, дядя начинает подтягивать тоже своих родственников. И Борис, взрослеющий Борис, а родился он, ну, кто-то говорит, на рубеже 40-х, 50-х годов, 16-го века, кто-то говорит, около 1552-го года, то есть точную дату рождения мы не знаем. И вот в 60-е годы, едва повзрослев, 60-е годы 16-го века, ну, примерно 66-й, 67-й, 68-й годы, происходит уже вовлечение юного Бориса Гудунова в службу, и он становится вскоре стряпчем. То есть тоже прислуживает при царском дворе, прислуживает лично царю, и следит за его одеждой, там, ну, и тогда, и одна из обязанностей стряпчиха было одевать государя. Вот благодаря Дмитрию Годунову Борис оказался вхож не только в царский дворец, а в покое государя. Он был приближен лично к государю Ивану Васильевичу, первому русскому царю, которого, да, в те времена на Руси очень многие боялись, но, тем не менее, Иван Васильевич пользовался безмерным уважением, потому что это у Соловьева сохранилось хорошее совершенно, у Сергея Михайловича Соловьева, нашего крупнейшего историка, хорошее размышление сохранилось о народном восприятии Ивана Грозного, что за покорение Казани и Астрахани, из-за уничтожения, из-за укрепления южных границ, из-за уничтожения этой вековой татарской опасности, Иван Васильевичу Грозному народ был готов простить все, потому что от главной опасности были спасены, значит, русские люди. И вот именно к этому государю оказался приближен Борис Годунов. Вот когда мы приближаемся уже к самой личности Бориса Годунова, для того, чтобы понять его самосознание, ну, попытаться понять, понятно, что в любом случае это реконструкция, в душу не заглянешь, даже вот нашел современника. Это вот и самый художественный образ. Кстати, проще даже заглянуть в душу Ивана Васильевича Грозного, он оставил свои сочинения. Да. От Бориса Годунова сочинения не осталось. Небольшие. Наверное, надо стоит еще упомянуть вот чисто о духовной такой сфере. Ведь когда мы говорим о том, что Захарий Ачет, предок соборов Годуновых, был основателем Ипатевского монастыря, то в отличие о легенде, от легенды о том, что он был мурзой татарским, существует еще более все-таки достоверная, более похожая на русскую действительность, легенда о том, что Ипатевский монастырь был основан, почему именно на этом месте, да? Потому что Захарий Ачету явилась Богоматерь с предстоящими апостолом Филиппом и священномучеником Ипатием Гангерским. То есть для традиционного русского сознания тех времен, я думаю, и теперешних, это знаменательный факт. То есть в основе рода лежит явление Богоматери. Понимаете? То есть вот почувствовать себя, если с Абуруем Годуновым, для них ведь это просто потрясающе. Это ты... В основе рода чуда. Богородица положила основание твоему чуду. Понимаете? Что чувствовали эти люди и чувствуют. Сейчас же есть потомки этого рода, они сохранились до сих пор. Хотя говорят, что Годуновы вымороченный род, но это отдельная тема. Вот. И это осознание, это очень важный момент, во-первых. Другой момент. Вот смотрите, если, наверное, большинство наших современников задастся вопросом, кто правил Россию, и какие династии, да, скажут, вот правили там много сот лет Рюриковичи, 300 лет правили Романовы, да. Годунов упоминят мало кто, не говоря уже о шуйских. Но, очень интересная вещь, если не на троне, то у трона. Ведь Годуновы, как уже было упомянуто, да, с 14 века служили русским великим князьям, потом царям. И все это время, 400 лет, они пествовали свой родной Ипатьевский монастырь. То есть, вот эта вот преданность рода к колыбели, то, что сейчас называют колыбель дома Романовых, изначально колыбель дома Годуновых, и эта преданность Ипатьевскому монастырю, она отражена на источниках. То есть, это уже не художественное произведение, пусть прекрасное, вышедшее из пирогения, а это источники, вкладные книги, так называемые, да, богатеет род Годуновых, богатеет монастырь. Только род Годуновых получает какое-то пожалование, монастырь получает шикарную икону. Знаете, 400 лет, вы представьте себе, это просто поражает сознание. Были случаи, это зафиксировано, когда тот же Борис Фёдорович Годунов пожаловал в Ипатьевский монастырь тысячу рублей. Это фантастическая сумма. Это просто неописуемая. Это фантастическая. Тогда на копейку семью можно было прокормить в день. Это фантастическая сумма. Не говоря уже о земельных пожалованиях, ещё там что-то, что-то, что-то. И вот это тоже нужно иметь в виду. Вы знаете, когда... Почему, как я понимаю, это не показные были? Не, естественно. Об этом никто не знал. От души. Это же только молились за здоровье, за упаковку. Ну, я должен сказать, что подобного рода вложения делали, естественно, не только Годуновы. Это была традиция русского боярства и дворянства, и царского рода в том числе. Ну, так жили наши предки. Это же мы же во многом благодаря советскому такому пониманию истории, и не только советскому, ещё идущему, кстати, из XIX века, из такого рационалистического понимания истории, мы видим в поступках людей только свой корыстный интерес. Вот я какую-то книжку читал недавно, в том числе, кстати говоря, о Годунове, вот там, о XVI веке, и там всё время идёт борьба своих корыстных интересов. Почему жаловали они в монастырь? А вот, если их арестуют, они могли туда убежать и семью там, значит, спрятать, и семья могла там... Да, и это тоже могло быть, и какой-то... Но в итоге для тогдашнего русского православного человека это не было главное. Это было добровольное пожертвование Господу. Более того, ведь по православной традиции во все времена быть богатым было стыдно. Мы вспоминаем, опять же, что говорить о Пушкине и вот о том стереотипе, который у нас держится вокруг фигуры Бориса Фёдоровича Годунова, те самые знаменитые мальчики «Кровавые в глазах» и «Палач». Вот это интересная история. Когда он стал государем, да, были преследования бояре. Тех же Романовых, допустим, преследовали, Шуйских преследовали, Бельского, допустим, Богдана Бельского тоже преследовали. Были более мелкие роды. И понятно, что с вот этой политической конкуренцией нужно было что-то делать, потому что боярские роды были довольно жестко против Годунова. И там была очень большая, кстати говоря, проблема с Боярской думой, когда Годунов воцарялся. Боярская дума долго не принимала, хотя народ, вроде Земский собор, его призвал на царство. Боярская дума очень долго остраненно себя вела. Это были демократические выборы. Народ был за, а бояре против. Народ, да, бояре были против. Да, совершенно верно. И нужно было что-то с этим делать. Но самая интересная вещь. Он ни одного боярина не казнил. Да, были отправлены в ссылку. Да, тот же Федор Романов, главный конкурент, кстати говоря, Бориса Годунова на царский престол, он был пострижен в монахи, отправлен в дальний монастырь. Другие Романовы были тоже разосланы. Кто-то из Романовых умер, там, внужили, поболезнили или что. Но очень многие потом были возвращены из этих ссылок. И те же Шуйский, и те же Иван Романов, допустим, тот же, да и Филарета уже пострижен, ну, бывшего Федора Романова, тоже поближе сюда перевели, к Москве. И более того, был царский указ не держать его внуже, чтобы он ни в чем не имел, так сказать, нужды. И вот этот миф о том, что Годунов палач, он совсем не так, это совсем не так. Он дал, став царем, он же дал клятву, такую тайну, обещание дал в течение пяти лет не преследовать боярские роды, не казнить боярские роды. Ну, частично он его выполнил, он не казнил, он не был палачом. Вот что самое интересное. Боярская дума, высший совет при князе. В русском государстве 10-18 веков. Деятельность Боярской думы носила законосовещательный характер. С IX века дума состояла только из бояр. С начала XV века членами Боярской думы стали представители высшего слоя бояр, постоянные советники князя, исполнители наиболее важных поручений. С конца XV века Боярская дума превратилась в постоянный совещательный орган при верховной власти. Позже княжеско-боярская аристократия была значительно ослаблена реформами и особенно опричниной. Однако во второй половине XVI и XVII веков Боярская дума в значительной степени разделяла власть царем. Во второй половине XVII века ее значение уменьшилось. С образованием Сената в 1711 году Боярская дума была ликвидирована. Я добавил еще один такой штришок портрет Бориса Федоровича Годунова. Мы уже говорили о том, что Годуновы возвысились в годы опричниной. И во многом благодаря, конечно, опричнине, тому, что возникла опричная дума, и вот Дмитрий Годунов был в нее вовлечен и получил высокие чины, и Борис начал получать чины именно в опричнине. Но вот какая интересная вещь. Насколько вот я смотрел и насколько я читал о Борисе Федоровиче Годунове, Борис Федорович Годунов не замечен в опричном терроре. Абсолютно верно. Он возвышался. Дмитрий, да, Дмитрий, несомненно, сыском занимался дядей его. Борис Федорович нет. Ну, дядя просто по должности ему деваться не должен был. Он по должности был должен. Борис Федорович нет. Даже то, что он женился на дочери Малюты Скуратову, ну, Малюта это как-то вообще символ, да, вот этого опричного разгула какого-то, да, опричного беспредела, как бы сейчас называли. И то ничего не говорится о Борисе Годунове. Ну, вот нигде не упоминается, что он принимал хоть какое-то участие. Мы можем только предполагать, что ну вот раз дядя, раз тесть, то и он. Но письменных источников свидетельств никакого об этом нет. Это вот интересный такой момент. Борис Федорович Годунов не был и фактически не участвовал в военном деле, в военных делах. Он все-таки был придворным в большей степени. Он буквально пару или там, ну, пару раз он участвовал в военных операциях. Хозяйственная служба участвовала, да. Дело в том, что среди бояр очень высоко ценилось вот этот воеводский опыт. И обычно самые крупные бояре, они возглавляли полк правой руки, полк левой руки, большой полк, допустим, да, это вот высшие такие чины военные по тем временам. Нет, Бориса Федоровича нет. Один раз, ну, это уже при Федоре, во время русско-шведской войны он возглавлял штурм Нарвы. Не очень, надо сказать, удачный именно штурм, хотя в итоге шведы сдались, потому что там было хорошее окружение этого города, и они начали пухнуть с голоду, и, так сказать, шведы сдались в итоге. Вот. То есть военным деятелем он не был, но вот он был, видимо, очень таким хитрым, мудрым и с юности получившим опыт придворной жизни. Вот это несомненно совершенно. Но о чем это еще говорит? Он получил не только опыт придворной жизни, но и опыт государственного видения. Вот это очень важный момент. С юных лет при царе он с юных лет все впитывал в себя. И, кстати говоря, потом, когда он уже стал правителем при Федоре Ивановиче, и тем более государем уже самостоятелем, вот эта государственная его мудрость, она проявилась во многих начинаниях. Федор Иоаннович, последний царь с 1584 года из династии Рюриковичей. Сын Ивана IV Грозного. Считается, что правление Федора Иоанновича было номинальным, а с 1587 года страны фактически правил его шурин, Борис Годунов. Период царствования Федора Иоанновича характеризовался подъемом хозяйственной жизни страны и преодолением последствий опричнины и Ливонской войны. В результате русско-шведской войны были возвращены по Тягзинскому договору города Новгородской земли, захваченные Швецией во время Ливонской войны. Окончательно присоединена Западная Сибирь. Также шло успешное освоение по Волжне. Если чуть позже, могу, подробнее скажем, Борис Годунов – это такой властолюбец и цареубийца такой, да, младенца Дмитрия, то тот, кто был между ними, Федор, царь Федор, это, попросту говоря, недоумок. Слабоумный, слабовольный. Слабовольный человек, который неуместо. То есть вот как раз вот, ну не ему на троне сидеть. Миф. Ну, миф. Миф, миф полный. И этот миф, как бы корни его откуда. Очень просто. Опять осовремененное сознание такое, рациональное, далекое в том числе от религиозности, от понимания православной религиозности, оно воспринимает благочестие царя, который два раза в день молился на службу, выставил длинную службу. Не как он у нас сейчас полутора часовую, а много часового. До семи часов. Два раза в день. Да. И при этом вел еще административные дела, обязанности и так далее. Это воспринимается какой-то благой, да? Ну, какой-то странный. Блаженный. Блаженный, да. И даже вот иностранные источники, которые в смутное это время, собственно, и описывали его в таком неприглядном виде, они ведь опирались на что? Они опирались на то, что современные им европейские правители, они чем занимались? Они занимались псовой охотой, музицированием, общением... Параллельно, кто, кстати, правил? Общение с куртизанками, вы понимаете? Ну, Елизавета, значит, соответственно, и ее наследники в Англии, там, допустим, ну и так далее. То есть там, ну, Европа уже давно пошла по другому пути. После эпохи Возрождения там произошло такое изменение, скажем так, вектора развития в Европе, вот кратко скажем об этом, которое можно сказать, что если раньше в центре Средневекового сознания стоял Бог, то потом стал человек. И все, что нужно человеку, все то хорошо. Постепенно, так вот упрощенно, происходил процесс этот, да? В России этот процесс, он произошел гораздо позднее. То есть это 17-18. И то не до конца. И то не до конца века. Поэтому это не синхронные события в России и Европе. И когда европейцы смотрели на русскую действительность, их правители музицируют и общаются с куртизанками, а наши правители молятся и воюют с врагами, для них это, в основном, как какой-то уже устаревший стереотип. Не должен правитель так себя вести. Ну и вот поэтому благой Федор. Поэтому блаженный, недоумок. А ведь его конкретные дела, в том числе Ругадивский поход, да, вызывает говорить о том, что это нормальный правитель, полноценный, умный, по крайней мере, не глупый человек, адекватный. И здесь еще другой миф, то есть как бы другая сторона медали. Что Борис Годунов фактически обладал по всей полнотой власти, якобы при Федоре. Но это тоже не совсем так. То есть талант административный Конюшева, там, или правителя, да, Годунова, он не исключает таланта Федора. Это было, можно сказать, соправительство такое. Соправление двух царя и подчиненного. Но в любом случае Федор был важнее. Все прекрасно понимали, что если Годунов сейчас захочет, не знаю, на что-то претендовать, то его загноят сразу просто. Это вот сейчас мы так воспринимаем постфактум. Зная уже то, что Годунов стал царем, мы воспринимаем, что он там на что-то мог претендовать. Да ни на что он не мог претендовать. Если государь не хотел. Естественно. У государя долгое время не было детей. Но тем не менее, потом родилась дочка, да. И, ну, как бы нужно было обладать пророческим даром современникам, для того, чтобы узнать, что эта дочка скоро умрет. И что не будет сына, что не будет продолжателя Юриковича. То есть они не могли знать о том, о чем знаем мы теперь. Поэтому и Годунов не мог об этом знать. Он не мог задумываться о том, что вот я займу трон, потому что через год умрет Феодосия. Ты об этом никто не знал. Если говорить о Годунове при Феодоре, опять же, есть такой совершенно распространенный миф, что когда Иван Васильевич Грозный, умирая, он назначает, значит, так называемый Регинский совет при своем, вроде бы как, слабоольном и чуть ли не слабоумном сыне. И первым в этом совете Годунов, потом, значит, Романов, Никита Романов, Мстиславский и Богдан Бельский, по-моему, да, и Иван Шуйский. Провели современные исследования, значит, завещания Ивана Грозного не осталось, там свои проблемы, но были проведены исследования. Так вот сейчас исследователи приходят к такому выводу, что, скорее всего, Годунов вообще не был назван в числе Регинского совета. Что там совершенно другие люди. Да, были Мстиславские, да, был Никита Романов, а Годунова не было. Это значит, что, видимо, сам Федор, уже став царем, не отпустил от себя Бориса Годунова, фактически, последнего, одного из последних. У него были две родственные ветви. Это Романовы, естественно, по матери, и Годунова по жене. Все. Собственно, только на них ему и можно было опираться. Тогда родственные связи, как мы уже говорили, были крайне важны. И, видимо, сам царь Федор не допустил от, так сказать, того, чтобы Бориса Годунова отбросили от управления государством. Именно Борису Федоровичу Годунову мы обязаны основанием патриаршества в России. Да, об этом заходим рассказать бы. Это отдельная совершенно тема, потому что, если бы не Борис Годунов, если бы не его настойчивость, если бы не его дипломатический талант, хитрость и в каком-то смысле жесткость, ведь фактически он вынудил Константинопольского патриарха признать создание патриаршества в России, потому что он год держал его здесь, обещая ему много-много денег. Но его из Константинополя выгнали, надо сказать, к тому времени. Турки выгнали и разорили все его хозяйство. И он сюда же приехал за деньгами. А до этого была тоже история. Другой антиохийский патриарх тоже приезжал в Россию. К тому времени уже все восточные церкви оказались фактически на содержании, еще со времен Ивана Грозного, да даже раньше, на содержании русского престола. Потому что только за счет русских денег они существовали. И все время ездили в Москву. И вот антиохийский при Борисе Годунове в 1588 году приезжает сюда, в очередной раз за очередной калитой с деньгами. Ему говорят, ну вот вы соберите Вселенский собор, вот оснуйте, обоснуйте, разрешите создать патриаршество в России. Он говорит, да-да, конечно, конечно. Деньги взял и уехал, все. Через год приезжает Константинопольский патриарх. В Москве его ждут. Ну вот, прошел Вселенский собор, он нам везет весть о том, что у нас патриарх будет. А он даже знать ничего об этом не знает. То же антиохийский патриарх деньги взял, а слово-то свое не сдержал. И вот тогда была применена довольно жесткая тактика. И самого патриарха Константинопольского, и его всех приближенных сытно кормили, содержали в Кремле с почетом, по царским правилам, все. Но вокруг стояла охрана, и никуда его не выпускали. Он говорит, ну пустите меня. Нет, даже на базар слуги патриаршей ходили с охранниками. Почетные заключенные. Да, почетные заключенные. А ему так понравилось, в Москве он говорит, все, остаюсь в Москве, будет у меня патриаршество здесь, и вообще все сюда переношу. И тут наши, значит, ну дипломатия же, наши говорят, да вот если хочешь быть у нас патриархом, оставайся во Владимире. Вот это у нас главный город, а нам в Москве дай своего патриарха. Нашего русского, по нашим правилам, у нас свой должен быть патриарх. Вот, в общем, год тянулась эта вещь, в итоге он запросился уже домой, отпусти, он Федору царю написал это послание, отпустите меня ради Господа, ну вот, ну не могу я уже больше здесь, все. Ну вот, подпишешь бумагу, поедешь, ну вот, ну не могу подписать, ну тогда сиди. В общем, пока не подписал, он подписал, и те деньги, за которыми он приехал, вот тоже был интересный момент, Годунов был уже научен предшествующей истории, с антиохийским патриархом. Нет, значит, уже патриарх уехал без этих денег, лишь бы отпустили. Годунов послал ему в досыл. Специальный был гонец послан с этой, там, тысячи рублей на восстановление подворья Константинопольского патриарха в Стамбуле. Почему так вот произошло, что многое из того, что он сделал, сознательно, скорее всего, сознательно, было такое мифологизировано с отрицательным знаком. Опять-таки, мы здесь не будем вдаваться в конспирологию, там, что это была борьба за власть, такие прагматические какие-то вещи. Но вот мы как раз подошли к тому, что в России явился новый царь Годунов, стратег, империалист, с национальными интересами, политик, да не воин, строитель и человек, который выдвигал концептуальную идею новой России, скажем так. И вдруг всё рушится. Тут никуда не деться нам всё-таки без взаимоотношения родов. Дело в том, что всю последующую историю писалось по заказу романов. Абсолютно. И более того, в художественной литературе есть версия о том, что, собственно, Исмута была инспирирована романовыми для того, чтобы захватить власть. Ну, это версия художественная, я подчёркиваю. Но то, что, допустим, тот же Филарет, бывший Фёдор Романов и главный конкурент Бориса Годунова, когда он вернулся из польского плена и стал патриархом московскими в Сеаруси, по его заказу, тогда через патриархию делался в основном этот заказ, началась писаться новая история. Тогда были две задачи. Первая – связать романовых с Ирюриковичами, крепчайшими связями. Это было продолжено при Алексея Михайловича, уже при его внуке и так далее. И второе – вычеркнуть Годунову. И всю вот эту вот смутную эпоху Шуйского. Их так упоминали, но на Годунова навешали всех собак. Это первое. Но второе тут более глубокая вещь, мне кажется. Вот именно откуда Пушкин взял это народное восприятие, и оно было независимо от Романовых. На протяжении столетий, в отличие от всех европейских стран, в России всей властью политической, экономической, финансовой, военной владел только один род – Рюрикович. Изначально. Другие роды были уничтожены ещё Владимиром Святым, тогда вот, когда он Полоцк взял, и Полоцкий род был уничтожен, и дальше посадился. В дальнейшем все князья во всех русских землях были родственниками. И они все всегда были Рюриковичами. И это настолько вошло в сознание народное, что в XVI веке появляется эта августянская легенда знаменитая о том, что род Рюриковича ведёт своё начало от императора Римского Августа, и то, что только Рюриковичи могут владеть русской землёй. На этом, кстати, на этой идее обосновывал все свои права Иван Васильевич Грозный. Когда начались эти страшные события перед Смутой, этот голод, страшнейший трёхлетний голод, когда, ну вот, по источникам, только в Москве умерло больше 120 тысяч человек. Когда со всей России, в силу того, что Годунов пытался бороться с этим голодом, он начал деньги раздавать. Об этом пошёл слух. Нищие со всей России ринулись сюда. Бандитские шайки. Ну, это страшно, что во время этого трёхлетний сначала заморозки, два года подряд погибает урожай, даже три года подряд погибает урожай. Полнейший голод. То есть, Москва забита трупами разлагающимися. Их не успевает вывозить просто-напросто. И вот тогда в народном сознании возникает вопрос. А за что нас Господь так наказал? Вот за что? Кто виноват в том, что такое голод? За 20 лет до того. Ну, больше, чем за 20 лет, это конец 60-х, 70-х годов, при Иване Грозном, в разгар опричнины, такой же трёхлетний голод, плюс эпидемия чумы. Плюс Ливонская война, плюс опричнина. И никто, ну вот, Господь наказал, ну вот виноваты мы. Но царь-то у нас есть, царь-то справится с этим. Настоящий. Настоящий. Царь истинный. Истинный. Ответ. Почему в начале 17-го века вот такая страшная история? Царь не истинный. Да, то есть получается, что Борисовичу очень не повезло. Не повезло. Он невезучий царь. По всем позициям. Несчастливый царь, конечно. Может быть, если вот одна, две, три, там, каких-то трудностей могли бы ещё пережить, но слишком много. И, конечно, помогли. Ну, это несомненно. В том числе с вопросом о младенце Дмитрия, убитом. Кстати, в это время и возникает моментальная версия, что Борис, распространяется версия, что Борис убийца Дмитрия. Да, она ложится на подготовленную почту. Мы до сих пор не можем сказать, кто убил Дмитрия, но мы можем отчётливо сказать, что поводов думать о том, что убил Борис, столько же, сколько думать, что убил Иван Иванович, Фёдор Фёдорович. Никаких поводов думать нет. Я вообще думаю, что на самом деле там есть совершенно... Если смотреть материалы следственного дела, они были специально исследованы. И вот все исследователи, кто этим по-настоящему с архивами, с источниками работал, восемь свидетелей следственной комиссии, причём, если семь свидетелей, это те, кто стояли вокруг царевича Дмитрия, восьмой стоял вообще наверху, слуга, у слухового окна и видел, как во дворе это вся эта... Причём он скрывался потом. Его нашли через третьи руки. Сначала одного нашли, что слышал, как... Ага, что-то он какие-то подробности знает. Его начали допрашивать. Он говорит, а я вот от такого-то слышал. Начали того добавить. И наконец вышли на... Он скрывался, потому что он боялся пойти против царицы. Ибо царица Марфа Ногай закричала, что Дмитрия убили. Собственно, Ноги распространили это слух об убийстве Бориса. Так вот, восемь свидетелей сообщили, что да, играли в ножички, и случился эпилептический припадок у ребенка. Но, тем не менее, даже Ксения Годунова, вы на счастье Ольга, то есть дочь Бориса Годунова, она была убеждена в том, что это не несчастный случай. Ну, это отдельная история, но во всяком случае, совершенно четко, что Борис к этому не имел никакого отношения. И фактически, резюмируя, можно сказать, что мы, с одной стороны, знаем, кем не был Борис. То есть он был знатным человеком, он был достойным административным правителем. Он был русского происхождения, он не имел отношения к гибели царевича Дмитрия, который, кстати, это отдельная тема, вряд ли бы когда-нибудь занял престол. Седьмой брак. И он, в основном, получил ЕПТМЮ за этот брак. Он был вроде как даже и незаконно рожденный. Дмитрий, практически незаконно рожденный дитя. Никаких прав на престол у него не было. Даже так, да-да-да. Даже так. То есть, фактически, если бы даже человек задумывался о том, чтобы убрать наследника, то не было смысла убирать Дмитрия. Вот. И, с другой стороны, мы знаем, кем был Борис. Борис был Федорович Годунов. Он, несомненно, личностью незавурядный. То есть, по крайней мере, человеком, который был на месте, который разбирался в вопросах как духовных, так и в вопросах административных. Он был плоть от плоти потомков Захария Чета, основывался именно на этой вот тенденции, духовной преемственности и личной преемственности, и в рамках вообще всей России. Годунов много сделал для России. Он заслуженно должен занимать место вот в этом пантеоне великих русских людей. И это, наверное, та истина, которую мы, собственно, за этот почти час с вами и искали. Ну, а наша программа подошла к концу. Я благодарю моих гостей за интересную беседу. А с вами уже, мальчики, зрители. Мы увидимся, как всегда, ровно через неделю, чтобы и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok